Здравствуйте дорогие друзья! Продолжая разговор о фенлепсине, я бы хотел озвучить один интересный клинический случай. По сути это вопрос, с которым обратилась женщина на форум врачей. В частности, она искала консультацию психиатра. И вот что она пишет. Полтора года назад врач-психиатр выписал фенлепсин в качестве нормотимика при лечении тревожного расстройства. Примерно через неделю начались сильные побочные эффекты. Повысилась температура, возникла головная боль, подавленное состояние напряжения в глазах. Она пишет так, закрываю глаза и чувствую, что глаза двигаются. Спутанность сознания, какой-то вообще иррациональный страх. Ночью чувствовала сильное сердцебиение, сил не было, то есть слабость. Не могла кулак сжать. Кружку держать. Мышцы как будто перестали работать. Странное ощущение десен. Как будто бы зубы сейчас выпадут. Очень и очень интересный симптом, кстати говоря. Она не указывает, был ли какой-то другой препарат, потому что я думаю, что все-таки наряду с фенлепсином, обычно для лечения тревожного расстройства назначают какой-нибудь антидепрессант. Транквилизатор все-таки это препарат не является препаратом выбора. Фенлепсин я имею ввиду. Но она отметила только фенлепсин. Отменили и перестала принимать другие препараты вообще. То есть что-то было. И на протяжении полтора года, как она считает, симптомы очень странные сохраняются. А именно, проблемы с глазами. Утром нужно время, чтобы их открыть. Как будто бы это физически сложно. Плюс периодами, как будто бы все через слезы смотришь. То есть такое какое-то искажение восприятия. Слабость, утомляемость, пониженная температура. То есть какая-то проблема с терморегуляцией. Странные ощущения в деснах у нее продолжаются. А не менее пальцев ног, периодически возникает на несколько дней. То есть некие периоды. Стихийно появляются частые позывы к мочеиспусканию. Самостоятельно возникают, но спонтанно. И также спонтанно они проходят через несколько дней. Часто бывает состояние страха, но не тревожность и не паническая атака. А какое-то перманентное состояние, ну, видимо, очень тягостное, которое даже феназепам не облегчает. Но вообще вот это описание, особенно вот вместе с тем описанием, которое она выше приводила, как будто бы через слезы смотришь, вообще похоже на феномен деперсонализации, дереализации. Ну, в частности, дереализации. И то, что феназепам не облегчает, ну, это, конечно, плохо. В эти периоды странное ощущение, как будто бы очень громко внутренняя речь звучит. Это когда человек еще так говорит, что я громко слышу свою внутреннюю речь. Мышление становится какое-то другое. Временами лицо выглядит, как будто бы я разом постарела на 10 лет. Сама она психолог, проходит психотерапию в течение года. Но никакого улучшения в плане физических симптомов нет. После приема фенолепсина она отмечает, что были плохие анализы крови, пониженные показания, показатели, ферритин, низкий гемоглобин 127. Да, ну, и она добавила еще сама самостоятельно хилатное железо, но симптомы все равно у нее остаются. И она спрашивает, что же это может быть, и как, в общем-то, идентифицировать причину проблемы. Врач ее всерьез эту ситуацию не воспринимает, говорит, что это тревожность. И что ей врачи стали дружно уверять ее, что, да, ничего подобного после приема или на фоне приема, да, очень важный момент, быть не может. А это все связано с ее тревогой. То есть это какая-то разновидность ее тревоги. Что бы я здесь, какой бы комментарий сделал по этому поводу, что, да, бывают некие состояния, осложнения, бывает осложнения в том числе психотропной терапии. Вот так, как она сейчас описывает вот данное состояние, это похоже, в общем-то, ну, вот на сегодняшний день. Вне зависимости от того, повлияло ли это фенолепсин или какой-то другой фактор. Вот если просто абстрагироваться, просто говорить, рассматривать в чистом виде эти симптомы. Я бы говорил о некой какой-то хронической энцефалопатии, которая, собственно говоря, и выдает вот эти все феномены странные. То есть идет какое-то раздражение мозга, или, по-другому говоря, нейровоспаление головного мозга. И поэтому, вот, в общем-то, человеку так плохо на сегодняшний день, и так необъяснимо плохо. Повлиял именно ли фенолепсин? Ну, я бы не исключал бы полностью вот этой ситуации. Не исключал, что возможно, что наряду с какими-то другими факторами, он дополнил другие повреждающие факторы, и вот создалось, вот развернулось такое расстройство. Я бы это не исключал полностью. Но вот, тем не менее, ее всячески уверяют, что это просто тревожное расстройство, и нужно просто подключить антидепрессанты, и все. Вот такой у меня небольшой обзор на клинический случай. Благодарю всех за внимание.